Итак, всем привет! Пользуясь случаем того, что я не вчера свалился с Луны, а немножко ранее, где-то так 18 лет назад я уже вращаюсь в области всякой графики, компьютерной графики, работал в разных её отраслях производства, и неоднократно даже на лидирующих, как говорится, позициях, включая арт-директора. Так вот, основываясь на этих моих знаниях, я решил вывести небольшое такое учение. Ну, короче, включить гуру небольшого, дать совет людям, которые проходят тестовые задания, которые увлекаются графикой и собираются превратить эти знания в какую-нибудь, так сказать, звенкую монету. То есть, на работу устроятся. А ввиду того, что я был именно тем самым противным дядькой, который смотрел различного рода тестовые задания, именно поэтому я и могу дать вам несколько интересных советов, где вы можете наступить на грабли и поручить ими по лбу. Ну, то есть, на чём вы проколитесь и где вас не возьмут на работу. Так что, ребята и девчаты, я именно тот пи***ц, который браковал ваши работы. Ну, в переносном, конечно, смысле этого слова. То есть, тот негодяй, да, которого вы ненавидели в душе, никогда не видели, но ненавидели, ненавидели, потому что там, на том конце провода по телефону или там где-нибудь по скайпу, я вам говорил, нет, ты валенок, иди гуляй. Гуляй, Вася. Пользуясь случаем того, что я именно тот человек, я хочу вам дать именно советы, как бы помочь вам пройти тестовое задание. Именно я сейчас для вас, как бы, свой, чужой среди своих, вот, или чужой среди, ну, короче, засланный король, перешедший на вашу сторону, поскольку сам в последнее время тоже делал тестовое задание, так что советы могу дать. Вы, наверное, знаете или догадываетесь, что тестовое задание, которое вы делаете день, два, три, смотрит потом человек и принимает решение сказать вам нет в течение одной секунды. То есть, вы три дня делаете тестовое задание, и он за одну секунду. Дерьмо. Вот такая штука. Также даю одну подсказку. Если вы, сделав тестовое задание, получаете ответ типа такого. Неплохо. У вас свой стиль. Нормально. Ну что, нам нужно еще посоветоваться с начальством, и мы вам перезвоним в ближайшее время. Так вот. Не ждите никакого звонка. Это ответ нет. Вы не прошли тестовое задание. Вы его, ну, завалили. Просто у некоторых людей, которые принимают, не хватает на это мужества сказать это человеку. Понимаете? Поэтому, ничего не ждя, ищите работу дальше. Даже больше того. Если вам сказали, да, вы приняты, начинаем работать, все равно ищите работу дальше. Потому что неизвестно, удержитесь ли вы в ближайший месяц на этой фирме. И вообще, даже если вы удержитесь на этой фирме, в течение своей жизни не прекращайте искать работу постоянно. Потому что найти хорошую высокоплачиваемую работу на какой-нибудь такой нежадной фирме можно будет только тем способом, если вы постоянно будете искать. И без зазрения совести меняйте эти работы, пока не дойдете до какого-то вашего левела по зарплате. Возможно, если вы, конечно, уже такие ярые, матерые волки в этой всей графике, вам не столько интересно будет эти мои байки и мои советы. Поэтому, соответственно, это касается тех, кто недавно пришел в эту область, почувствовал себя уже уверенным и хочет найти работу. Мечется в ее поисках. Я также когда-то был в этой роли. И где-то с лет 17 назад, позанимавшись, как говорится, 3D-графикой в течение года, я решил, что я просто гений в этой области и ломанулся на работу, устраиваться на работу. Если я сейчас... У меня, конечно, нет этих работ уже давно, время прошло много. Но я помню, что я тогда показывал, это был просто вынос мозга. Такая чушь, даже не знаю, как это назвать. Просто мне, конечно, спокойно объяснили, что ты, чувак, еще зеленый в этом деле, иди-ка тренируйся. Ну, я, конечно, обиделся на всю жизнь. Хотел даже повеситься целую неделю. Мучился, решил закинуть 3D-графику нафиг. Но потом вернулось, как говорится, желание продолжать этим заниматься. И постепенно, спустя какое-то время, я все-таки обрел рабочее место в одной из фирм. Но! Значит, что я хочу первонаперво посоветовать людям, которые поднаучились чего-то там моделировать, чего-то там красить, разукрашивать, и вдруг решили ломануться на фирму. Самая первая ошибка, которую люди делают, они боятся устраиваться на большие фирмы. То есть, крупные фирмы, в которых в штате работает человек 100 или 200. Им кажется, что их опыт еще не достиг такого уровня, чтобы работать в таких гигантах. И они пытаются устроиться на какую-то фирму помельче, которую никто не знает, никто не ведает, где работает человек 10, из которых там 3 или 4 художника, также 3 или 4 программиста и один там какой-то девелопер. И вот это и является самой такой первой и серьезной ошибкой. Дело в том, что если вы совсем еще не уверенный человек в этой области, нет такого достаточного опыта, нет такого мегапортфолио или еще чего-нибудь, то вам нужно стремиться устроиться на работу именно в большую фирму. Знаменитую фирму, незнаменитую, но любую. Только главное, чтобы она была большая, чтобы в штате было там около 100 человек. Так вот, в чем прикол? Если фирма маленькая, это значит, что ее хозяин не обладает достаточным количеством денег, чтобы позволить себе развернуться на широкую ногу, позволить себе большие штаты, большие там какие-то заказы, большие идеи, грандиозные планы. У него на этого денег нет, а, соответственно, у него нет денег на то, чтобы нанимать, кого попало. И он будет искать только супер-мега-спецов. Дело в том, что такие люди считают, что художники, которые устраиваются к нему на работу, делятся на две части. Ну, хорошие, то есть те художники, которых он может принять к себе на работу, делятся на две части. Одни работают у спилы, и Бергадетов в Америке делают спецэффекты, а вторые вот идут к нему, только к нему. То есть они понимают, что есть люди, которые в будущем будут крутые, но сейчас у них недостаточно опыта просто-напросто. И поэтому отбор у такого хозяина, у такого человека будет на коль жесткий, что вы больше всего, что вы его завалите. У вас должен или быть офигенный опыт во всех областях этой графики, либо же вы просто его завалите. Вас будут проверять вдоль и поперек. Всех по самое неболусь. И я как бы, потому что как я был человеком, который именно занимался этой проверкой, я был арт-директором, и я знаю, как мы проверяли людей. То есть на фирме, которая вас принимает, абсолютно никому неинтересно, сколько вы потратили время на то, чтобы сделать свой портфолио там какое-то маломарское. Сколько у вас ушло, там терпение, нервы на то, чтобы сделать это тестовое задание. День-два, наплевать. Вам скажет ответ, идите лесом, не подходишь. В течение одной секунды. И даже никто не будет объяснять, что именно там не понравилось. Потому что поток таких людей, просящихся на работу, очень большой. И каждому объяснить у тебя вот тут, вот тут, вот тут плохо. А чтобы это исправить, нужно вот там, вот там, вот там подучиться. Этого никто не делает. Потому что люди, как правило, думают не о вас, а о себе. Поэтому, если даже вам повезет, и вы устроитесь на какую-то мелкую фирму, то есть пройдете тестовое задание, то там, на этой фирме, хозяин, который вас принимает, который платит вам деньги, будет просто каждый день стоять у вас за спиной, смотреть на вашу работу и говорить, «Что за херня? Вот я кого нанимал на работу, чтобы такое фигню мне делали?» Каждый день будет сидеть и выносить мозг. Потому что фирма маленькая, и он всегда там. Ну, не всегда, но часто. В случае же с большой фирмой, ситуация полностью противоположна. Хозяина той фирмы, которая вам будет платить деньги, вы практически не будете видеть. И он там будет появляться раз в месяц, и даже не будет знать, кто вы такой. И просто какой-то работник. О чем, кто он, кто его знает? И вы даже иногда не будете знать, что это и есть хозяин. Поэтому человек, который вам платит деньги, не будет стоять у вас за спиной и выносить вам мозг, типа, «За что я тебе деньги плачу?» У вас будет, соответственно, другой начальник, какой-нибудь там арт-директор, начальник отдела художников, который, как правило, на подобных фирмах знает одну какую-то программку, больше всего, что только фотошоп, как правило, не ведающий никаких знаний в 3D-графике. И вот он будет вас принимать на работу и контролировать. Поэтому, если вы принесете ему свое портфолио, свои какие-то красивые работы, он не посмотрит на пять шагов вперед, а сможете ли вы то-то, то-то сделать. Он увидит вашу картинку и скажет, «Класс!» Также на большой фирме, где работает в уголах 100 человек, из которых там 30 программистов, 40 художников, блин, там, еще куча всяких менеджеров, девелоперов, директоров, зам замом директора, поддиректоров, вот там самое классное. Вы там потеряетесь среди этой толпы, а вас иногда даже целую неделю никто вспоминать не будет. Вы за это время можете спокойно набраться опыта, того самого опыта, о котором говорят, «Нам нужен человек с опытом работы 3 года, блин!» А то, что вам нужно эти 3 года где-то набрать, устроившись на ту же работу, где нужны люди с опытом уже 3 года, ну, то есть замкнутый круг. Это никого не интересует. Поэтому на большой фирме вы потеряетесь, вас редко кто будет вспоминать, и вы наберетесь там опыта. Опыта, потому что вокруг вас будет сидеть полно художников. Я именно, у меня, в моем случае, это произошло случайно, когда меня в первый раз приняли на работу, это была большая фирма, где в ее штате было 80 человек, художников, там было 15 человек. И я у этих 15 научился всему, ну, не всему, но многому научился, буквально за 2-3 месяца. Я им мозг выносил, а как ты это, а как ты то сделала, а как ты то. Они, конечно, это все рассказывали, и я набирался опыта. Потому что Ютуб Ютубом, конечно, туторы туторами, но с живым человеком щас, который их сразу подскажет. У Ютуба вы не спросите, почему я нажимаю на кнопку, у которой у тебя здесь появилось то-то, а у меня это не появляется. Почему? Вам Ютуб на это не ответит. А вот живой человек на это ответит. Поэтому вы наберетесь там опыта. Хозяина видеть вообще будете очень редко, и в глаза его практически не знать. Единственный человек, который вас будет контролировать, это арт-директор, он же начальник отдела художников, который просто-напросто является каким-то там родственником хозяина, или знакомым соседом его жены. То есть человек, который находится в арт-директорстве, то есть он как бы начальник отдела художника, редко что это матерый, прошитый таком знаниями 3D-шник или 2D-шник. Он знает так немножко поверхностно какие-то программы. В основном его задачи стоит. Это следить за то, чтобы коллектив не бухал во время работы, а находился на рабочем месте. У вас будет свой менеджер, который будет выносить мозги и давать вам задания, который вам не платит деньги. А это большая разница. На маленькой фирме человек, который вас будет контролировать, это тот человек, который вам платит деньги, который вас уволит через 2 недели. У нас был случай, когда пришел парень, работал в банке, сделал какое-то тестовое задание, офигенно его сделал, его приняли, он уволился там, устроился у нас, и через 2 недели ему дали какое-то другое задание, не похожее на то, что он делал в тестовом задании. То есть, например, человек офигенно рисует лошади, а ему дали нарисовать дракона, или наоборот, скорее всего, что наоборот бывает. Люди, как правило, рисуют драконов, а ему на тебе лошадь нарисуй. И еще и вон фас. Он раз и тупанул. Его раз и уволили. Через 2 недели, блин. Вообще были в шоке. Чувак уволился с работы, пришел сюда, его просто взяли и уволили. Кстати, интересная вещь. Как правило, сам хозяин никогда не увольняет людей. Он поручает это делать именно арт-директору, то есть начальнику отдела художников. Когда я работал начальником отдела художников, и мне поручили уволить первого человека, ну, я их много, конечно, увольнял потом по просьбе хозяина. Это, я вам скажу, невероятная трудная вещь. Подойти взрослому человеку, у которого семья, у которого дети, который нуждается в деньгах и выживании в нашем мире, сказать, ты уволен. Блин, это невероятнейшая сложная вещь. Я в первый раз, когда мне сказали, так, вот этого увольняй. Сегодня пусть доработает до конца, а то еще не сделает задание, вечером увольняй. И у меня было вечером, до вечера время, то есть у него было, конечно, время сделать задание, не зная того, что он уже уволен. А у меня было ведь до вечера время, посмотрев в Ютубе, как сказать это человеку, как ему это сказать. Ну, ничего, человек привыкает ко всему. И буквально через года два я уже увольнял людей без особого, как говорится, скрипа в душе. Даже иногда прикалывался. Ну, такое дело. Так вот, ладно, это я отвлекся. Поэтому на большой фирме шанс того, что вас уволят, очень маленький. Потому что вашу работу будет контролировать там сам хозяин раз в месяц. За это время вы неплохо наблатыкаетесь и наштудируетесь в той области, которая нужна этой фирме. Если вы попадаете на фирму маленькую, там, как говорится, вы должны быть во всеоружии. Вы должны быть действительно матерым графистом, матерым художником. Далее. Несмотря на тот факт, что я уже давно не работаю арт-директором, то есть и в мои обязанности не входит приемка людей, работа с персоналом и такое все. Но, тем не менее, у меня остались очень многие работы, которые мне присылали, очень многие вещи, которыми мы оперировали, когда давали тестовые задания. И я могу с вами поделиться. Я могу показать работы, которые были не приняты, и рассказать почему. Чтобы вы не сделали таких ошибок. К тому же, я могу дать советы как для 3D-шников, так и для 2D-шников. Потому что и те, и другие работы у меня пооставались. Совсем недавно, когда я пытался так же устроиться на работу, мне давали тестовые задания. Это было не сильно обидно. Я такой человек, не привередливый, не брезвый, сделать тестовые задания, несмотря на то, что я когда-то сам их раздавал и принимал. То есть, последний год я их сделал около 10 тестовых заданий, чтобы люди дали мне, в конце концов, работу. Так вот, я скажу так, обычно тестовые задания на фирмах делают более-менее неграмотно, но это на плюс художнику. То есть, дают, например, сделай какую-то, если это гейминдустрия, не путать с гейминдустрией. Если это гейминдустрия, то сделайте какую-нибудь локацию, какой-нибудь коридор с открывающейся дверью. На самом деле, человек делает прекрасно дверь, прекрасно локацию, прекрасно открывающуюся дверь, а приходя на работу, ему говорят, вот тебе киборг какой-то, давай сделай-ка ему анимацию. А анимацию, чувак, как раз делать и не умеет вовсе. А в тестовом задании этого не было. И тут он проявляет себя как полный лох. Ему говорят, ну что ж ты валенок такой, мы тебе за что деньги платим? Поэтому, по поводу тестового задания. Вот сейчас у меня на мониторе картинка. Нарисована, конечно, не супер-пупер, но тем не менее. Иногда для того, чтобы нарисовать какую-то локацию, тестовое задание, дают еще хуже картинку, там наброски такие, что вообще ничего не поймешь. Так вот, эта картинка именно, ну, некая локация, вход в какой-то там замок, какого-то там мультика, или какой-то там игры, где можно, это для 3D-шника, где можно рассмотреть все нюансы, все нюансы при моделировании. Мы на работе, где был, мы специально составили такую локацию, где есть практически все, чтобы посмотреть минусы художника. И именно по этой локации я сделаю некий очерк людей, которые ее делали, и где они лоханулись. То есть, сейчас быстренько пробегусь. Здесь есть висящая тряпка, сразу видно, человек пользуется какими-то автоматическими средствами, где тряпка реально висит, реально. Или же он просто ее потянул полигон, и она висит как говно. Здесь находятся две такие выносные вверх доски. Когда человек накладывает текстуру, всегда, ну не всегда, но очень часто тупит, потому что если это доска, то волокна идут всегда вдоль. Иногда делают поперек, и это очень режет глаз людей, которые разбираются в этом деле. То есть, чистокол очень часто люди повторяют, одну бревну и натыкали его, проклонировали. Сразу видно этот тайлинг, однотипный чистокол. Это все, это минус конкретный. Дальше. Вот здесь такое неимоверное, если понять такого быть не может, изогнутое бревно. В таком случае тоже текстура должна быть изогнутая. Люди просто, как правило, бах, текстуру вот такую и все. Ну, в общем, камни, трава, где переход от стены в землю, камень, который лежит на земле, как он стыкуется с землей. Все вот эти нюансы, которые здесь у нас были нарисованы, они все малость показывают о том, что человек может замоделировать, как у него работает мозг на развертке и на текстурировании. Я покажу позже именно работы по этой локации. Также недавно обжегся на одном интересном приколе. Если вы делаете тестовое задание, взяли тестовое задание, не забудьте в первую очередь, это самое важное, спросить у того, кто вам дает тестовое задание, в какой программе 3D им нужен работник. Поскольку я, например, всю жизнь работаю в 3D Max, Майю просто пару раз открывал, но что-то меня не цепануло и Майю не знаю вообще. Поэтому мой конек 3D Max. И вот у меня был случай, когда мне дали тестовое задание, сидел где-то месяца-два без работы, наконец-то нашел какую-то девушку, дай ей бог здоровья, которая говорит, я представитель такой-то фирмы, вот вам тестовое задание, сделайте-ка вы, блин, стиральную машину, япономама. Нам она нужна, говорит, для движка, то есть для Unreal Engine, то есть нам нужен FBX и набор текстур, там, нормал, обеда, там, всякая хрень, короче говоря, им нужно FBX-ина с текстурами. Блин, отлично, у меня даже в голову не пришло спросить, в какой программе ее делать, потому что нужна FBX-ина, какая разница, в Max, в Maya, в Blender, в Cinema 4D, где ее сделаю, все равно я ее потом засуну либо в Substance Painter, либо в 3D Code, либо еще куда-нибудь, там сделаю ей текстурки, шметурки, или просто нарисую их в Photoshop, не важно, то есть начальный этап, где я его моделирую, вообще не имеет значения, если мы даем человеку FBX. И вот я делал эту стиральную машину, сейчас даже ее покажу. Так, вот эта стиральная машина, это уже модель, я показывал части ее под движок, я ее замоделировал в Max, я ее разукрасил, сделал текстуры в 3D Code, и прямо вот оттуда я ее наскринил, по-моему, просто это скрины прямо с этой самой, с Viewport, то есть вот эту стиральную машину, то есть она сделана полностью грамотно под движок, то есть там, где нужно закруглить полигончиков побольше, там, где абсолютно плоско, абсолютно мало, на боковых стенках вот здесь их вообще нет, то есть вот здесь вот эти моменты, это все Normal Bump, то есть полностью грамотно все под движок, и я ее делал реально долго, я ее делал 3 дня, то есть обычно как бы быстро делаю, но здесь нужно было некоторые нюансы соблюсти, которые мне были сказаны соблюсти, то есть там были показаны примеры, и я пытался их там все это сделать, у меня это все заняло 3 дня, на всем этапе этих трех дней я высылал промежуточной работы, мне говорили класс, нормально, девочка говорила отлично, продолжаю, продолжаю, в конце концов, когда я закончил эту стиралку, я ей отдал, она говорит, все, показываю директору, ну показываю, отвечает через часа два, отлично, вы приняты на работу, он просто был короче, прошу прощения, на моей записывающей камере кончилось место, пришел неподготовленный, как Киркоров говорил, на пресс-конференцию к звездам надо приходить подготовленным, так вот, опять вернувшись к нашей теме, в общем, отлично говорит, принятый чувак, классно сделал, но, где-то на второй минуте разговора, он задает вопрос, а в какой версии мая вы работаете, я говорю, пардон, ни мая, ни апреля, ни июня, не в курсе, в максе сделал, он говорит, пардон, в мае надо, я говорю, какая разница, вам же ФБХ надо, нет, нам надо еще исходник, потом мы его еще переделаем, может быть, даем другому человеку, ну, это понятно, нормальный, нормальный запрос, никто не против, не нормально только то, что об этом не предупредили, о чем я и спрашиваю, а почему же вы сразу не сказали, слышь, я три дня делал этот проект, он говорит, так в чем проблема, ну, выучьте мая, ФБХ сейчас, сейчас за пару часов я ее выучу, и будем работать, все, блядь, пипец, ну, ни хера, выучим мая, да и все, ну, конечно, ее можно выучить, и китайский язык можно выучить, и блендер по пути можно зацепить, выучить, и нотную грамоту выучить, что там такого, говорю, не буду я учить мая, я вполне себя хорошо чувствую в Максе, работаю с ним уже 18 лет, знаю, ну, много, но не скажу, что все, конечно, короче, говорю, почему вы не сказали мне, что, он говорит, а почему тут я говорю, вообще, говорит, откуда ты взялся такой, я говорю, ну, я не знаю, вот ваша работница, фамилия, имя, Екатерина, там, Защелкина, мне дала ваше тестовое задание, и не сказала ни слова о том, что это надо делать в мае, он мне говорит, какая еще Защелкина, говорит, я не знаю, ком вы говорите, ну, то есть разговор начинает накаляться, я уже начинаю взрываться, меня уже, я уже понял, что я три дня просто занимался анонизмом, делал машинку для своего портфолио, так сказать, где она, так говорится, аккуратно и живет сейчас, так вот, короче, мы с ним закончили разговор, ничем не закончил его, но я думаю, ладно, хрен с тобой, дядька, что с тебя возьмешь, я там хотел хотя бы за три дня взять денег, но три дня тупо работал, короче, ничего не вышло, ладно, положил трубку, выхожу на связь с этой Защелкиной, говорю, Маруся, ты че, ты че не сказала, что в мае надо это делать, а она говорит, а что это такое, то есть она вообще не в курсе, короче, я у нее узнаю, а, чувак же, сам директор сказал, у нас такая вообще не работает, откуда ты ее взял, и когда я у нее спрашиваю, откуда ты вообще взялась, и какое ты отношение имеешь к фирме, на которой ты даже не числишься, она говорит, ну я просто рекрутер, или рекрутер, как это называется, блин, то есть человек, вдруг научившийся общаться с людьми, считает себя, ну, неким посредником, то есть есть люди, кому надо сделать, и есть люди, кто может это сделать, и она вдруг становится между ними, вот типа, ты сделай ему, но я представлюсь как бы от него, и получу там какой-то процент, я не знаю, как они это делают, а по поводу Майя Макса, они даже не знают, что это такое, и очень многих вещей не знают, поэтому, если вы сталкиваетесь с тем, что вам кто-то дает тестовое задание, кто бы это ни был, человек, сидящий на фирме, и знает все нюансы, либо вот как это Екатерина Сощёлкина, которая ни хрена не знает, спросите у них сразу даже две вещи, первое, в какой программе нужно делать, ну, то, что вы уже сейчас поняли, о чем я говорю, потому что это очень важно, если она говорит, я говорю она, потому что, так как правило, она, если она говорит, что, да какая разница, какой любой, скажите, уточните у начальника, в какой программе, блин, потому что просто три дня в пустую, я до сих пор не могу успокоиться, и второе, обязательно спросите, для чего делается эта работа, то есть, либо это просто под рендер, тогда вы шпарите ту его кучу полигонов, и не заморачиваетесь, либо это под движок, потому что у меня был тоже случай, говорят, за моделька мне поезд, кстати, тоже сейчас покажу, вот он, родимый, еврейско-иудейский поезд, курсирующий где-то там в стране Израиля, такой себе, то есть, сказали, замоделить надо, да, чтобы было красиво, ну, замоделил там, показал, класс, все, нормально, теперь, дай эту штуку ФБХ, ну, которые будут их сейчас в Юнити, что-то там его запускать, я говорю, аааа, у меня там миллионы полигонов, там, блин, все гайки на колесах сделаны, с резьбой даже нарезаны, я говорю, вы уверены, ну, да, давай, отдал, короче, я говорю, мне никто не предупреждал, ну, там не было проблем, действительно, меня не предупредили, сказали, что нужно красивую картинку, там, в Юнити, люди просто прозрели, хотя, скажу сразу, когда, потом дали эту модель в Unreal Engine 4, там, все пошло нормально, то есть, Unreal Engine в этом плане мощнее намного Юнити, так вот, также спрашивайте, для чего делается работа, то есть, либо это для рендера, тогда полигонов лупите, сколько хотите, либо это для движка, тогда полигончики надо экономить, понятное дело, либо это вообще, низкополигональная модель, там, где под Android, под мобилку, то там серьезная вещь, низкополигональная модель, это тоже не фунт изюма, там, когда тебе дают возможность сделать какой-то там казан, сейчас, кстати, покажу, ну, короче, вот такую штучку, то есть, была дана, вот эта вот картинка слева, это эскиз, причем, надо сказать, офигенный эскиз, то есть, человек, постаравшись, и сделал, то есть, 2D-шник какой-то, фотошопен, нарисовал, обалденно, и, а, ну да, вот снизу я ее уже сделал, то есть, вот эта модель, вот эта она сделана, это его развертка, вроде бы казалось, что там такого, блин, низкополигональная модель, фиг та, блин, два-три полигона, сейчас приблизительно слеплю, куда там, вот они говорят тут, 230 было, а, ну да, вот полигонов, здесь надо было сделать 200 полигонов, максимум, а вот и тебя 210, или 230, или хуже чего 300, говорят, нет, 200, и ты начинаешь исполнять, блин, вроде бы, круглое бревно, ты уже делаешь его из трех, в сечении трех полигонов, блин, что только не придумаешь, чтобы сэкономить это место, то есть, когда ты делаешь низкополигональную модель, ты ищешь, на чем сэкономить, буквально на всем, это просто вынос мозга, поэтому, сделать низкополигональную модель, так, чтобы она еще и понравилась заказчику, тоже не сладкая жизнь, так далее, чтобы 2Dшники не скучали, а то я сейчас про 3D поехал, расскажу парочку про них, значит, в тот момент, когда я работал арт-директором, значит, был у нас один художник-скетчист, то есть, красками, так сказать, он не оперировал, с цветами вообще не дружил, вообще, но карандашом ваял просто обалденно, то есть, вот это его работа, он нам делал такие скетчики, и наши художники, их красочками, так сказать, фотошопчики, обводили и обрисовывали, соответственно, на его скетчах были сделаны, некоторые тестовые задания для 2Dшных художников, то есть, давалось им вот эта, вот эта картиночка, вот этот некий демон, и еще там какая-то локация, у меня ей уже не сохранилось, но дело не в этом, нам присылали работы художники-2Dшники, сразу покажу, если вы художник-2Dшник, вы можете посмотреть, такой ли ваш уровень, и понять, сможете ли вы устроиться на работу, как говорится, обрисовщикам, или как это называется, рисовальщикам, одним словом, мы видим, вот слева находится скетч, карандашный, и вот справа работа, которая, которые приходили к нам, фамилии показывать не буду, людей, которые были не приняты, но это не совсем корректно будет, показывать их фамилии, да и к тому же, давайте не выдумывать, не бундерствовать лукаво, всем мы художники, начинали с того, что не умели рисовать, поэтому говорить, что люди плохо рисуют, потому что они такие-сякие, это не совсем правильно, то есть, возможно, человек, который сделал это задание, 5 или 6 лет назад, сейчас вообще круто, стоит в этом плане, ну, то есть, вот работа, вы можете смотреть, то есть, эта работа, соответственно, была не принята, вот глянули, то есть, человек на нее потратил, не знаю, день, два, ну, нам достаточно было одной секунды, чтобы сказать, нет, так же самое, вот здесь вот локация, там у нас была какая-то пещера гномов, здесь была жаровня, стоит гном, какие-то ступеньки, ну, то есть, тоже видно, что здесь уровень достаточно низкий, то есть, таких художников, как правило, в топку, вот в эту жаровню, отправляют такие умники, как вот, как вот был я, в свое время, далее, следующая работа, скажем так, немножко что-то лучше, но это та же работа, на которую смотрят тоже, одну секунду, ну, две максимум, но не более, смотрят и говорят, нет, то есть, здесь вот эта локация, немножечко уже посимпатичнее, конечно, смотрится, чем предыдущая, то есть, здесь хоть немножко камешки какие-то видны, там, хотя вот здесь, например, довольно-таки неплохо было отражение передано, но это мое мнение, здесь отражения никакого нет, но, картинка вроде бы немного получше, но, тем не менее, тоже плохая, не годится, такое не принимают, идем далее, здесь, смотрим на совок чела, довольно-таки прикольный чувак уже, вот, скажем так, если вот такой уровень обрисовки, человека, то такого человека вполне возможно примут на работу, но, этот же человек нарисовал вот эту же локацию, и здесь он уже, как говорится, стратил, я не могу сказать, где именно, потому что я не 2D-шный художник, скажу так, что я посмотрел на эту локацию, хозяин посмотрел, который классно рисует, и мы одновременно в разных комнатах, в разное время пришли к одному мнению, что вот это вот не годится, то есть, чего-то тут здесь не то, хотя сам человек вполне уже был неплохо сделан. Следующее, здесь тоже нет, здесь что сам персонаж, что сама локация проигрывает, нет, здесь локация немного лучше, чем здесь, но персонаж проигрывает, нежели здесь, но здесь тоже нет, то есть, если здесь персонаж более-менее да, локация нет, то здесь оба нет. Далее, следующая работа, которая привлекла наше внимание ровно на полсекунды и ответ был однозначен также нет здесь правда другая локация но дело не в этом почему я именно здесь сюда поставил это не важно то есть здесь был ответ такой же нет и наконец топ нашего хит парада тестовых заданий сегодня занимает работа с позволения самого человека Ирина Иринина вот такое интересное сочетание имени и фамилии это ее работа которая была принята мгновенно то есть без всяких плен возражений здесь ну придираться можно к чему угодно и всегда угодно но когда мы увидели эту работу она была принята моментально то есть это девушка этот художник была принята просто моментально то есть можете поближе рассмотреть если кому интересно как здесь все сделано как здесь все разукрашено но что касается людей это такое у нас в основном у нас в основном были локации то есть гейм индустрия была основана на играх hidden object или hidden object сходите правильно неправильно неважно то есть где находится простая локация в ней находятся какие-то предметы спрятаны их надо найти то есть в локации ничего не происходит максимум что здесь происходит там анимация течения воды там огонек бухает что-то такое и все в основном просто статическая локация и вот она нарисована этим художником просто обалденно я сам смотрел и не мог понять я выводил какую-то формулу как определить как сказать что именно такого она делает в этой локации что она смотрится настолько привлекательно как для меня так и для всех других кто принимает работу то есть наш хозяин я работал в небольшой фирме наш хозяин который тоже неплохо рисует он тоже ему понравилась эта работа мне казалось что в этой в ее стиле разукрашивание присутствует присутствует некая няшность за счет того что на всех объектах какие бы они ни были она делает чемфор то есть нет нигде острых углов если мы посмотрим на другие работы вот здесь острый угол острый угол острый угол здесь вообще блин здесь вообще уровень скетча честно говоря так сейчас еще нигде не глянуть нигде не посмотреть что я имею ввиду я имею ввиду сейчас приближу вот она каждый камешек срезает каким-то чемфором делает вот здесь такой блячок когда камень не острый а вот чуть-чуть вот такой закругленный и все элементы когда она закругляла вот они получались вот такие няшные и везде где-то ну не везде но вставляла вот этот маленький блячок от света вот этот камешек понятное дело что если смотреть логически то свет здесь отсюда не идет и этого блика практически быть не может но она его вставила и он смотрится просто охрененно блин вот смотрите этот камешек он просто обалденный я блин не знаю как это сказать словами потому что я 3D то есть я не знаю не владея этими вещами молоточек тоже вот маленький блячок блин сеточка маленькая смотрите здесь 9 пикселей 1 2 3 на 3 9 пикселей на этом молоточке вот если этот маленький белый блячок убрать молоточек уже проиграет немного вот такие маленькие няшности вот эти вот чемферы и вот эти вот блячки на тоненьких на гранях дают вот эту вот красоту этой картинки если кому сильно интересен этот художник эта художница то я оставлю ссылку в описании на ее портфолио или там сайт в общем можете с ней связаться зовут ее Ирина Иринина она была не против что я покажу ее работу и озвучу фамилию вместе с ее данными человеку как говорится всегда нужна работа если вдруг вы работодатель то блин обращайтесь или может быть за советом хотя хотя советы дают она вполне логичные и мне они помогали также есть такая категория художников 2дшников на работе на фирмах по гейминдустрии которые называются скажем так постобработчики то есть они делают красоту они наводят красоту за 3дшником который ни хрена толком ее навести не может в своей 3д программе то есть есть 3дшники которые делают свой 3д рендер такой что после него не нужно никакой постобработки это профессионализм большего класса но как правило таковых мало и поэтому постобработчики наводят марафет после этих 3дшников сейчас я покажу вам работы офигенного художника которого зовут Миша значит который делал постобработку который наши 3д работы это когда я еще художником просто работал превращал просто в сказку вот здесь вы сейчас видите работу 3д рендер обыкновенный одного из наших художников и вот уже постобработка самого Миши как говорится пардон не ту кнопку Мишу знали все вот и молдаванка и пересы уважали Мишу моряка кстати для тех кому интересно в этой песне о кости моряке очень многих блин это я отвлекся но не важно просто очень многие не понимают значение слов молдаванка и пересы некоторые считают это девушки на самом деле это два района в Одессе так называется молдаванка и пересы я тоже об этом не знал когда там мне рассказал один парень ну не знаю для чего нужна эта информация но просто маленький экскурс в другую жизнь все поехали дальше итак следующая работа того же Миши Миша Иванок если что так вот 3D рендер и вот уже постобработка ну блин не ту топлю на ровном месте короче здесь даже 3D рендер сложно назвать это просто пипец это вынос мозга ну то есть здесь замоделено набросано всякого говна и отренделено я не знаю с каким-то одним осветителем вообще без ЖИ или без не знаю как там можно было такое делать но как-то делали и вот как говорится его работа он как говорится из вот этого говна сделал просто конфетку опять же полистаю туда-сюда быстренько чтобы можно было посмотреть на разницу то есть если у вас такой уровень то да также вот хороший художник скетчист который неплохо рисует именно вот вот такие вот скетчи и тот же Миша Иванов обрисовывает их уже по-своему то есть если у вас такой уровень вы можете смело отправляться добывать монету ну вот известная модель девушка Маша для всех 3D наверно она знакомая в интернете она уже где только не фигурировала опа не понял а где же ее вот ее ну вот она постобработана не скажу что супер-пупер но хоть как-то скажем так не очень ну ладно другой классный художник Роман который ввиду определенных обстоятельств уехал в другую страну и собственно говоря лишил нашу фирму офигенного художника то есть вот это он рисовал без скетча он сам это рисовал с нуля начиная со скетча и доводя до конца я здесь тоже хочу уделить ваше внимание на вот эту вот няшность которую он делает так же как Ирина Иринина то есть вот эти места где он закруглил это Чемфор сделал и сделал блечок ему вот он добавляет красоту в эту картинку то есть я когда смотрю на эту картинку я в первую очередь мои глаза как человек который принимает работу падают вот на эти блики вот эти вот вот эти блики которые сделали и они именно добавляют реализм этому камню ну в общем очень сильно когда этот человек от нас ушел мы начали искать другого работника переискали очень много и вот тогда нашли вот эту вот Ирину Ирину которая немного ну она как девушка немножко более няшно рисует по-женски тут у него у этого парня более такая серьезная мужская рука как бы драматизм такой виден извиняюсь за болтологию вот но тем не менее она немного приблизилась к нему и вполне в своем роде она тоже первоклассный художник но мы искали именно такого как вот он так покажу еще его работы так так а и вот еще значит поскольку я был начальником отдела и у меня была возможность мониторить мониторы всех работников иногда такое встречается на работе когда вы сами не знаете а на ваши мониторы просто смотрит арт-директор своего монитора то я делал скрины как человек работает то есть я не столько мониторил чтобы он там плохо работал а просто я хотел понять как он это делает у меня есть некоторые моменты которые я записал по очереди как он например обрабатывает скетч то есть я быстренько прогуляюсь вот таким вот маленьким диафильмом если вам как 32D художнику это поможет вы можете посмотреть как он постепенно превращает работу ну вот в обрисованную блин вот такое было и вот такое стало не знаю какими методами какими способами у меня есть даже записанное видео урок небольшой ну как видео он записывал я записывал прямо с монитора но он долго это рисует я там сколько записал минут 10 я могу это конечно выложить посмотреть как он это мазюкает как он это делает может быть это кому-то интересно будет если кому-то это интересно то я постараюсь это выложить ссылку в описании положу так 3D-шники наверное уже заскучали поэтому скоро я пойдусь по 3D-шникам но в завершение немножко 2D-шним людям немножко кое-что посоветую сделал я такие вот небольшие интерактивные показушки ведушки которых я рассылал людям которым просто бесплатно рассылал могу отослать даже где видно как человек делает пост обработку здесь у меня все расписано по его деталям например мы имеем абсолютно чистый 3D-шный рендер вот кнопка исходный материал то есть он получает исходный материал вот этот 3D-шный рендер дальше он делает некоторые вещи то есть он добавляет какие-то цвета мы сейчас видим как меняется добавляет воздушную перспективу то есть все что дальше становится мутным и непонятным так добавляет мелочей и объемное освещение еще то есть вот это все сделал уже художник 2D-шник после бездельника 3D-шника который всего лишь навсего сделал вот такой рендер то есть замоделил за текстурил причем неправильно и зарендерил соответственно вот работа уже 2D-шника 2D-шник собственно это волшебник который превращает работу 3D-шника в красоту так сейчас посмотрим другое и вот вот это интересная вещь мне понравилось как 2D-шник сделал вот эту штуку то есть здесь дан был 3D-шный материал 3D-шный рендер соответственно исходный материал была сделана карта с перспективой черно-белая и вот это на этой основе он доделка по усмотрению то есть что он сделал он ее продублировал и поставил дальше туда то есть человеку 3D-шнику не пришлось рендерить целую кучу всего он его просто добавил это вообще очень крат классно он придумал так добавил воздушную перспективу то есть то что далеко он просто сделал посветлее я таки часто применяются сейчас эффекты в компьютерных двухмерных играх когда то что далеко светлое то что впереди вообще черное так добавил детали повыламывал камни поделал трещинки добавил еще камешков добавил черные треугольники по углам и разные мелочи ну да это было у нас немножко такая заснеженная область то есть там было холодно поэтому он добавил изморозь на камнях ну и соответственно мы видим что картинка стала намного прикольней нежели она была при рендере 3D ладно проедемся теперь по 3D сразу скажу пару интересных слов людям которые заканчивают компьютерные академии например а-ля компьютерная академия шаг они есть во многих странах люди заканчивающие академии считают что им просто открыта дорога в разные фирмы там где их разнут с распростертыми руками хрена с два дорогие товарищи 3D 2D и кто вы там еще дело в том что по поводу 3D людей которые закончили компьютер академии шаг или вообще другие академии может быть такие еще есть я не знаю как правило на фирмах называют ну среди начальства так между собой негласно кухонщики то есть что это означает означает что вы можете только сделать коробку в виде какой-то комнаты набросать туда с интернета разных диванчиков стульчиков и столиков включить освещение и сделать рендер да фотореалистичный просто как картинка как фотография да но этого мало на фирмах это нужно нужно но этого очень мало потому что умея даже моделировать там мебель или еще что-нибудь автомобили что угодно что вы там умеете моделировать вы приходите на фирму и сталкиваетесь с другими проблемами когда вам нужно сделать анимацию там движение человека у которого при этом должны развиваться на ветру волосы у которого должна меняться эмоция лица я знаю точно что в компьютерных академиях такому не учат там дают такое поверхностное знание и вот когда люди приходят на фирму они стараются если хотят удержаться на плаву на рабочем месте они стараются можно быстрее этому всему научиться у всех кто сидит рядом еще одна интересная вещь если вы не заканчивали компьютерной академии просто самоучкой как я допустим выучили программу 3d max maya blender cinema 4 devins все угодно выучили и классно моделите у вас есть какое-то даже портфолио то есть вы намоделили каких-то вещей каких-то персонажей и показали и это понравилось это тоже еще большой вопрос что вы удержитесь на этой фирме потому что как правило из чего состоит ваше портфолио вы там делаете например какого-то персонажа у вас как правило это какой-то киборг это какой-то демон это какой-то рыцарь с мечами какой-то гном с топором какой-то там блин ну пипец и красиво аж смотришь просто слюни текут и челюсть отвалится реально красиво и вот вы приходите на фирму вас приняли потому что вы классно моделите классно рендерите классно текстурируете все ваш персонаж просто в топе у них в голове офигеть вы садитесь и вам говорят ну давай вот у нас персонаж девочка Элли маленькая четырехлетняя девочка с двумя бантиками ее нужно сделать замоделить разукрасить там соответственно и заанимировать как будто бы эта Элли поливает грядки и тут и тут вся ваша техника все ваши скиллы улетают куда-то в неизвестное направление к Альфа Центавра потому что да киборов демонов рыцарей вы делаете классно это потому что вы делаете то что вы любите а на работе когда вы устраиваетесь вы делаете то что вам нужно делать ну то что заказывает вам заказчик и вот если у вас есть практика в анимации ваши демоны там прыгают бегают сражаются рубят друг друга что угодно потому что мы же знаем как это делается это делается элементарно или мы берем в миксама готовые анимации там где все друг друга рубят убивают стреляют бьют и все такое либо мы вообще берем уже заготовленные анимации для того же бипеда и вставляем а во всех этих заготовках ну нету Элли которая поливает грядки ну нету падла ее блин и мы начинаем делать эту кривую анимацию ручками и она ни хрена не получается и тут вам говорят блин ты ни анимацию не можешь сделать ни тем более девочку Элли ты как-нибудь видел как девочки выглядят четырехлетние что ты рисуешь тут опять демонов это я кстати рассказываю своих примеров когда-то я делал девочку маленькую в пижаме блин орел я сколько передел вариаций ну не то ну не девочка это у тебя это ну все что угодно только не делай у меня просто не было опыта рисовать маленьких девочек и когда я вижу человек не сделал ну сделал элементарные ошибки из-за этого его не принимает на работу хотя я знаю что он мог бы их избежать поэтому я делал такой вордовский документ где просто подсказывал что на что надо уделить внимание когда человек делает тестовое задание значит первое я сейчас с этого документа некоторые моменты вспомню некоторые моменты конечно уже давно устарели потому что программы довольно-таки продвинулись сейчас просто то когда это делалось собственно говоря еще не было таких там развитых вещей как там 3D-code или еще там ZBrush или было ZBrush но она была очень не сильно расшаренная еще для всех так поэтому все моделировалось в одной программе там же текстурировалось там же анимировалось там же рендерилось все в максе или в мае как вообще поэтому некоторые советы устарели ну некоторые остались еще актуальными по всей день итак первое если вы что-либо моделируете никогда не оставляйте абсолютно острых углов то есть там доска дом скос чего-то короче какая-то дрянь вот один одно ребро никогда этого не делайте всегда делайте чемфор ну то есть даже если в этом нет необходимости например стоит какая-то коробка лежит там доска всегда где-то на три ступени чемфора ее ну не чемфор а именно вот сгладьте этот краешек да он добавит конечно ту его кучу полигончиков но тем не менее это будет выглядеть на рендере гораздо лучше когда просто у нас вот такая вот дрянь это просто убивает глаз который человек смотрит моментально следующее не пережигайте модели по полигонам когда к нам присылали работы мы же смотрели картинку и нам присылали лали максовскую модель если мы видим что человек делает человека у него там глаз состоит из тысячи полигонов мы сразу ставили крест на таком потому что ну нужно все-таки дружить с понятием не пережигания по полигонам то есть вот такое вот как здесь нужно делать такое как здесь собственно говоря экономить хоть немножко полеоны далее хороший совет если вы делаете какую-то вещь не ленитесь добавить в ней как можно больше всяких мелочей да бывает скучно бывает облом но плен посидите лишние полчаса или час подобавьте деталюшечек везде везде вот что-то добавьте трещинок добавьте сколов добавьте каких-то заклепочек чего-то добавьте человек который принимает очень сильно реагирует буквально как бэк на красную тряпку когда сцена заполнена мелочушечками блин это просто обалдеть мой так вот здесь я не знаю видно ли собственно говоря здесь 4 примера людей которые присылали рендеры которые совершенно не дружат с развертками то есть вот здесь вот видно шов где одна и та же текстура как говорится не стыкуется камнями то есть соответственно надо уметь делать развертки бесшовные и не допускать их на рендере то есть вот на этих ступеньках мы видим что сверху текстура наложена а сбоку она просто подтянута поскольку наложена планарная такая развертка сверху вот такая и все то есть это сразу видно это не потеки по кирпичам от дождей это сразу видно что это лажа при развертке так же не ленитесь делать офигенную развертку чтобы не было таких проблем здесь мы видим вот идет конкретный шов здесь одна текстура здесь может быть она же но только подтянутая ну то есть вот здесь просто видно жесть полнейшая на правой же здесь ситуация другая здесь развертка вроде бы нормальная наверное но текстуру которую вы используете низкополигональная поскольку вы делаете допустим хорошее большое разрешение рендер а текстура не дотягивает то она все равно хреновая выглядит на этом огромном вашем рендере поэтому ищите текстуры для ваших моделей большие то есть как говорится там более тысяч или двух тысяч чтобы они на большом рендере смотрелись тоже хорошо так вот так же есть эпизод даже не знаю как назвать это то есть ну скажем так за модель череп никак так видно что человек в этом деле довольно-таки еще новичок но я сейчас не собственно о самой модели черепа а о том что череп исполнен в одной стилистике а все что сзади него совершенно в другой то есть это череп какой-то мультяшной стилистики исполнен то есть у него нет так называемой текстуры на него наложен просто материал с каким-то градиентом от темно-желтого до белого а сзади конкретно текстуры то есть он вообще не свистит в этой сцене на него либо же надо было наложить текстуру тоже каких-то там черепной костовой как сделаны кости этого черепа да либо же наоборот на фоне сделать тоже такую байду мняшную такую мультяшную поэтому одно с другим здесь просто не связалось далее здесь кстати вот те же ступеньки и мы видим страшные письмена написанные на фрилах этих ступенек выполнены абсолютно черной краской так вот никогда не используйте черный цвет то есть если нужно показать что-либо черное ну чуть-чуть его серым делайте потому что ну в природе можно долго рассказывать и доказывать что не существует абсолютно черного цвета но когда на картинке где-то все такое красивое и тут вдруг такое черное блин ну реально это смотрится гадко если предположить что его нарисовали смолой то все равно какие-то блики какое-то отражение света он все равно черным не будет то есть эти черные элементы смотрятся просто нереально хреново ну и честно говоря вообще не зуб ногой блин к чему они здесь вот если их убрать отсюда ну более-менее но они тут не свистять так следующая ошибка которую допускают 3d всегда обращайте внимание на места когда ваша стена пересекается с землей блин ну то есть вертикальная плоскость входит в горизонтальную плоскость то есть если вы делаете так как показано на верхней картинке это просто жопа блин то есть в жизни такого быть не может эта земля эта стена они всегда вот здесь вот в моменте ихнего соприкосновения найдут общий знаменатель у них там или мох будет там на него с земли переходить на землю либо трава поползет на ней в общем никогда вот такого как мы сейчас видим не будет в жизни здесь видно конкретно низкий уровень человека который делал эту локацию что соответственно можно сказать что соответственно в противоположном смысле можно сказать о двух нижних картинках где мы видим как стена практически с землей срослись вот этими темными всякими грязевыми пятнами травой мхом еще всякой гадостью которую там туда не поленился 3d-шник набросать то же самое с левой стороны вот трава очень часто вот просто положить вот здесь много-много травы и тогда из одного в другой как-то перейдет гладко но если вы показываете эту это место близко блин над ним надо работать очень серьезно то есть вот это вот просто обрезанная текстура стены и обрезанная текстура земли это жесть вынос мозга это бракуется сразу вот два примера то есть на тестовом задании надо было сделать средневековый домик то есть ну тут объяснений даже может и не быть я думаю вы сами понимаете то есть опять же побольше мелочей вот домик справа если вы видите здесь каждый кирпичик я думал это нормал бамп нифига когда прислали сцену я охренел каждый кирпичик вот такой шероховатый именно в модели нифига вот это люди постарались ну и соответственно конечно этот человек был принят на работу моментально поскольку у него куча деталюшек все более менее грамотно вот эти дровняки которые стоят и подымают типа этот мост на цепях на них лежит также текстура дерева вдоль что правильно и они немножко покоцанные где-то с трещинами то есть человек не поленился возился с деталюшечками чтобы показать эти все мелочи и когда человек который принимает эту работу смотрит он просто это сразу виден да это чувак видно что он блин сидел может быть не 3 дня а 5 дней но он достоин того чтобы ему сказать да ну и соответственно с левой стороны я объяснять не буду тут и коню понятно что здесь человек проиграл значит чистокол забор если вам нужно сделать такой забор никогда не клонируйте ну вернее клонируйте но каждую меняйте каждую не так что через 5 каждую поменяйте и загните чтобы ни одной не было одинаковой на каждое бревно дайте разную текстуру дерева потому что вот мы сейчас видим ну просто каша из одной и той же текстуры и одинаковых чистокольных бревен это этот чистокол конечно никуда не годится ну тут и рендер конечно и совсем другая противоположность это также делал тот же художник который делал замок где у каждого каждый кирпичик был отдельным мешем изогнутый то есть вот мост который падает обратите внимание то есть ну как вот обычно сделать такой мост да сделал одну доску текстуру кинул и прокламировал но это первое что приходит в голову здесь человек сделал каждую доску индивидуальную и на каждую дал разную текстуру вообще я тут пытался найти одинаковую ну может вот эти вот две крайние похожи и это тоже выигрывает моментально далее когда вы накладываете текстуру на объекты дружите с мозгами то есть надо дружить с понятием вот тот момент который на длинную доску ложит текстуру не вдоль деревянные волокна а поперек такого быть вообще не может если предположим что вот эта доска именно у нее текстура поперек то первое это должно быть дерево толщиной ну там диаметром 10 или 20 метров которых деревьев таких не существует в природе а второе если бы даже такое дерево существовало и какой-то идиот бы нарезал доски не вдоль дерева а поперек то эта доска сломалась бы при малейшей нагрузке когда мы смотрим на такие работы сразу видно что человек немного не дружит с головой то есть элементарные вещи на которые нас просто засмеют и в данном примере мы смотрим два разных вида тряпки висящей на каких-то там вещах то есть слева тряпка была принята справа нет то есть даже посмотрим опять же по мелочам слева намного больше палочек веревочек перевязочек шменязочек всего такого здесь справа оно тоже вроде бы есть но выглядит немножко так не очень но больше всего здесь бросается в глазу сама тряпка здесь видно было что это просто плен который человек взял и потянул вниз с левой же стороны скорее всего это было сделано либо допустим при модификаторе клоус либо вообще в марвеллоус дизайн в общем где-то ну здесь видно что это реально висит тряпка а не что-то выгнутое руками в виде тряпки следующая работа божественная картина я когда увидел я был в шоке блин ну скажем так такое может быть только на луне там где нет атмосферы то есть где поверхность луны освещена солнцем мы это видим где поверхность луны не освещена солнцем ввиду отсутствия атмосферы мы видим абсолютно черное то есть у чувака блин вообще тут жесть ну любите черный цвет но не в данном случае все должно быть хотя бы видно что там блин я даже не знаю что здесь просто черное все вот так что здесь в этой области ночь как бы а в этой как бы день ну такая интересная штука так и так вот эти вот маленькие советы по 3D шным работам и таким образом господа 3D шные 2D шные художники я полагаю мои байки сегодняшние были вам таки интересными и полезными и если вы пытаетесь найти работу в этой сфере то я всегда готов вам помочь советом и на этой торжественной минуте я таки кончил шум вам и кто прийтет шум 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 и просто джем Продолжение следует...